Ну что, сегодня у нас вторая часть первой главы книги Линоба о тонких объектах. В этой части он будет очень подробно разбираться с критерием тождественности. По поводу презентации сразу предупрежу, что из-за конвертирования из одного формата в другой почему-то поехали формулы, хотя я переделывал из презентационного в PDF. В общем, из-за этого я тут все переделывал оперативно, поэтому некоторые формулы у меня скриншотами из книги сделаны. Никаких содержательных коннотаций это, если что, не несет, это просто техническая накладка. Ну давайте приступим. Значит, во-первых, Линоба хочет рассказать о своей стратегии. Основа этой стратегии – идея Фреги. Ну, причем идея Фреги не просто их интерпретация, а некоторые их исследования и развитие для разработки своего вот этого мета-онтологического минимализма, то есть системы с тонкими объектами. При этом совершенно необязательно для Линоба, чтобы Фреги, если бы у него была такая возможность, согласился с этими идеями. Ну и в первую очередь Линоба интересует треугольник Фреги. Известная структура, известная по самым различным интерпретациям. Ну вот здесь Линоба ее представляет вот в таком виде, и разбирать он будет подробно все вершины этого треугольника, объект, референцию и критерии тождественности. Ну, про объект. Во-первых, с понятием объект есть очевидная сложность, сложность известная. Это понятие настолько фундаментально, что непонятно, как ему можно дать надлежащее определение. То есть при помощи еще более базовых понятий. То есть Линоба приводит еще и цитату из Фреги, что при помощи логического анализа, логического рассмотрения как раз-таки с понятием объекта определить его достаточно сложно. Но Линоба это не пугает. То есть это не повод не заниматься понятием объекта вообще. Если даже определение в классическом смысле дать невозможно, то как-то раскрыть содержание понятия можно по-другому, например, через его отношение с другими понятиями или через описание его роли в нашем мышлении, в нашем языке, ну и так далее. А зачем этим заниматься? Ну, в первую очередь, философская ценность здесь в том, что без какой-то философской экспликации понятия объекта есть опасность последовать за нашими интуициями и, например, начать считать объектами только объекты формата физических тел. Причем с ними тоже есть сложности. И Линоба потом будет об этом говорить в параграфе 2.3, по-моему. Сложность с тем, что далеко не все физические объекты, судя по всему, являются физическими телами. То есть здесь тоже есть определенная путаница. В общем, разбираться с объектом нужно. Ну и, в общем, если мы примем, будем просто следовать за нашими интуициями и будем просто считать объектами физические тела, то, как он говорит, это будет слишком серьезное требование к миру. А по поводу требований к миру он еще вернется в конце этого параграфа и будет более подробно про эти требования рассказывать. И там, в принципе, будет понятно, что он имеет в виду, когда говорит здесь о слишком серьезных требованиях к миру. Теперь про референцию. Сингулярные термы и ментальные презентации отсылают к объектам, с которыми у них нет сущностной связи. Ну, тоже известная проблема, затруднения. Например, слово, надпись «Сократ» отсылает к древнегреческому философу, то есть устанавливает референцию каким-то образом с этим философом, хотя надписи философ друг на друга ничем особым не похожи. Древ философ – человек, да еще и давно умерший. Это слово, надпись состоит из шести символов, прочитывается, звучащая там определенным образом в различных языках. Но почему-то люди вполне легко устанавливают референцию от слова этого к умершему человеку или к персонажу истории философии, хотя как бы непонятно, как они вообще с друг с другом могут быть связаны, каузально или даже не каузально. Ну и по поводу ментальных репрезентаций. Определенная нейронная конфигурация в нашем мозге отсылает к определенным объектам, хотя и нейронные конфигурации на объекты ничем особым не похожи. Ну, например, я могу сейчас думать, предположим, о диване, который у меня в комнате стоит, но я его сейчас не вижу. У меня в голове по этому поводу сформируется определенная нейронная конфигурация. Если я буду подключен к нейроучеными, к определенным приборам, то эту нейронную конфигурацию будет видно. Но эта нейронная конфигурация сама по себе никак не похожа на диван, и нейроны по отдельности никак не похожи на диван. Поэтому здесь тоже непонятно, как вот это вот самое установление референции работает. Вот, собственно говоря, основной вопрос, связанный с референцией. И, собственно говоря, это один из вопросов, который Линома будет весь этот параграф решать. Ну и, конечно, самый животрепещущий вопрос в контексте тонких объектов. Референция к абстрактным объектам. Вроде бы очевидно нам, да, что мы эту референцию устанавливать можем. Ну, хотя бы взять, если математический язык, мы устанавливаем референции к математическим объектам. Но в данном случае вообще непонятно, как она происходит. То есть можно хотя бы чисто теоретически найти какую-то каузальную связь между диваном и нейронной конфигурацией, между надписью Сократ и древнегреческим философом. Чисто теоретически какая-то каузальная связь может быть. А к абстрактным объектам... С абстрактными объектами каузальной связи не может быть по определению абстрактных объектов. Вот. Ну и про критерии тождественности. Принцип, который информативным способом позволяет определить тождественность или различность определенного класса объектов и определенных классов фактов. Это определение, которое дает сам Linux. Ну, тоже достаточно известная распространенная вещь. Пример. Два множества тождественные, если у них одинаковые элементы. То есть мы определенным способом задаем способ установить тождество. Ну, или фактически в некоторых концепциях установить, что перед нами один объект, а не два, например. Очень много в рамках дискуссий в 20-21 веке не только связано с проблемой тождества. Например, проблема случайного утверждения тождества. Должны ли все тождества быть необходимыми? Но Лины бы пока здесь этого не касается. То есть его рассмотрение критерия тождественности, и он, собственно говоря, весь параграф будет развивать это самое свое рассмотрение критерия тождественности, оно пока, во всяком случае, не касается вопросов, связанных с необходимыми или случайными тождествами. Какие здесь есть проблемы? Ну, первая проблема – метафизический аспект. В чем состоит критерий тождественности? То есть что есть такого в объектах или не в объектах, что объекты являются тождественными или не тождественными? То есть буквально что гарантирует на метафизическом уровне эту самую тождественность? И второй аспект, тесно связанный с метафизическим, эпистемический. Почему мы считаем, что объект, на который мы смотрим, это тот же объект, что мы видели минуту назад? Ну, затруднения уровня, вот я, например, сегодня утром смотрелся в зеркало, и, например, если я сейчас включу веб-камеру, то я буду смотреть снова на себя. Я буду абсолютно уверен, что и я сегодня утром, и я смотрящий сейчас веб-камеру – это один и тот же я, один и тот же объект. И вот два вопроса. Метафизический. Что есть во мне такого, что делает меня самим собой, несмотря на то, что, ну, совершенно очевидно, на просто физическом уровне мое тело значительно изменилось с тех пор? Клетки меняются. Все, в общем, меняется в организме. А эпистемический аспект – как я могу узнать, что я – это я все еще? И здесь дело не только с я, это касается всех других людей, например. Как я могу быть уверен, что лев, с которым мы встретимся, например, это тот же лев, что был неделю назад? Может быть, это уже какой-то другой лев? И известный, например, ответ Соло Крипке про сущностные свойства, Линоба его, в принципе, не касается. Ну, сущностные свойства объекта, они вот и есть этот самый критерий тождественности для Соло Крипке. Для человека это генетический код. И если с точки зрения метафизики с генетическим кодом более-менее происходит объяснение, то есть в чем состоит критерий тождественности человека самому себе? Ну, в определенном наборе генов. То с эпистемическим-то не очень понятно, ведь мне очевидно, что и лев тот же самый, и я тот же самый, хотя я не проводил регулярно генетическую экспертизу. То есть это, конечно, можно сделать теоретически, организовать мобильные лаборатории, которые будут постоянно делать генетические тесты, но это как-то непрагматично. То есть люди каким-то образом с этим критерием тождественности работают, возможно, даже подсознательно. Это у Линоба еще будет встречаться в более поздних параграфах. Ну и теперь, как все это связано. Во-первых, объект – это возможный референт для сингулярного терма. Это форгианское определение, ну, такое в кавычках определение. А Линоба его поддерживает. Далее. Сингулярная референция может быть объяснена в терминах критерия тождественности. Это как раз-таки суперважная вещь для Линоба. Именно на этом он будет основывать всю свою аргументацию на протяжении этого параграфа. В чем преимущество принятия вот этих вот первых двух убеждений? Референция может быть легко объяснена. То есть если у нас будет четкий, понятный критерий тождественности, хорошо работающий, логически стройный и, в общем, полностью нас во всем устраивающий, то мы очень легко можем за счет критерия тождественности объяснять, как мы устанавливаем референцию к чему угодно, даже к абстрактным объектам. Собственно говоря, это и есть цель Линоба в рамках этого параграфа во всяком случае. Ну и, наконец, если у нас есть легкий способ устанавливать референцию, объяснять референцию, а объект — это возможный референт, то из... то есть в итоге из соответствующего критерия тождественности следует, как Линоба выражается, легкое существование или бытие, или наличие объектов, о которых говорит этот критерий. То есть мы достаточно легко можем установить наличие абстрактных объектов. У нас не возникнет каких-то значительных метафизических затруднений, связанных с этим. Ну и начинает он вот это вот рассмотрение в рамках своей стратегии с регианской концепции объекта. Во-первых, стандартный дисклеймер условный, что лучше сфокусироваться на языках первопорядковой или высокопорядковой логики, чтобы избежать сложности и двусмысленности. Ну, естественные языки... В естественных языках мы тоже говорим об объектах, и у них тоже есть семантическая роль, но в естественных языках в их всем многообразии очень много этих самых двусмысленностей. Поэтому Линоба предпочитает остановиться на языках первопорядковой или высокопорядковой логики. Ну и в рамках вот такого рассмотрения объекты — это референты для сингулярных термов и значения, связанных первопорядковых переменных. И первый аспект ближе к Фрегге, он уже встречался выше. А второй — куайну. Ну, вот это его известное высказывание, что существовать значит быть значением квантифицируемой переменной. Ну, или там оно по-разному интерпретируется. Возражение от независимости внешнего мира. У Линоба оно так не называется. Это просто... Ну, я так назвал условно, поэтому в кавычках. Речь идет о том, что и куайновская, и фрегианская концепции объектов ставят объекты в зависимости от языка. Само существование языка случайно. Существование в языке сингулярных терминов и переменных, соответственно, тоже. Их могло бы и не быть. Но если внезапно языка не станет, то объекты, по идее, не должны никуда деться. Линоба здесь отвечает достаточно однозначно. Он говорит, что вот мы рассматриваем какие-то контрфактические ситуации, например, вот ситуацию без языка, и мы исходим из актуальной ситуации и опираемся на язык, зафиксированный в ней для разговора о контрфактических ситуациях. Ну, не только на язык, разумеется. Мы, в принципе, исходя из актуального мира, не меняем логику, например, в процессе перехода между различными контрфактическими ситуациями. Собственно, если бы мы ее меняли, если бы мы меняли язык, то никакие переходы между контрфактическими ситуациями нормально были бы нереализуемы в принципе. Ну, вот, например, мы можем говорить о неактуальных объектах, являющимися значениями, возможным значением сингулярных термах в актуальном мире. Например, о единороге в мире без языка. Тогда у нас получается, что вот есть какой-то мир, в нем языка, предположим, нет, ну, то есть нет условных там, нет сингулярных термах и переменных, там, предположим, есть единорог. Но за счет того, что мы как бы для нас этот мир достижим, у нас получается, что единорог в мире без языка есть, при этом мы о нем можем говорить на языке, и никакой метафизической фундаментальной зависимости наличия объектов от языка нет. Ну, вот, собственно, это самое, этот самый вывод Лиденба. Второе затруднение или возражение, что концепция Куайна может быть лучше, чем концепция Фреги. Здесь приводится следующим примером. В комплексном анализе мнимые единицы i и минус i могут быть поменены местами автоморфизмом комплексного сопряжения комплексного. Если комплексные числа есть в реальности, то непонятно, какой сингулярный терм может обозначать то и другое мнимое число. Ну, под автоморфизмом Лиденба объясняет в примечании, что это известный аргумент в дискуссии по поводу антерем структурализма. Речь идет о том, что в результате этого автоморфизма мы не можем понять, какие объекты перед нами. То есть фактически у них меняются элементы местами, насколько я понял, при этом структура сохраняется. И в итоге, а какой сингулярный терм вообще какому мнимому числу присваивать? Это неясно. Это, естественно, только если мы признаем, что комплексные числа есть в реальности. И структуралистам формата антерем и линба это нужно, насколько можно понять. И вот вопрос, почему концепция квайна может быть лучше. Дело в том, что квантифицировать такие объекты, как утверждают во всяком случае сторонники квайна, можно. А если можно квантифицировать, значит, они могут рассматриваться как объекты. А вот объектами в смысле фреги они являться не могут, потому что сингулярный терм найти, судя по всему, невозможно. Ну и какие здесь могут быть ответы? Линба рассматривает два. Бескомпромиссный ответ. По объектам, которым нельзя осуществить сингулярную референцию, квантифицировать нельзя. Ну, этот ответ базируется на том, что мы присваиваем истинностные значения переменным, прежде чем... Ну, не переменным даже только, а просто вообще для того, чтобы понять, истинная формула или ложная, нам нужно понять все-таки про все части формулы, желательно во всяком случае, какая она... Какие эти части есть, истинные тоже или ложные. И если мы не можем осуществить сингулярную референцию, то как бы мы не можем понять, какие значения у различных частей формул, вот как бы у тех частей формул, которым мы сингулярную референцию не осуществили. Но Линба как бы не спешит принимать этот ответ, потому что, судя по всему, есть ответ более прагматически эффективный, то есть не доказывать, что... не брать на себя обязательства, что квантифицировать нельзя по объектам, которым нельзя осуществить сингулярную референцию, не брать на себя обязательства это доказывать, он выбирает, как он его называет, экуменический ответ, ну, видимо, терпимый ответ. Вариант фреги не необходим, но достаточен для описания объектов. То есть Линба не утверждает, что вариант фреги единственно верный, единственно правильный. Линба достаточно, чтобы этот вариант просто работал для того, чтобы описывать объект. И он в дальнейшем эту стратегию будет еще применять в других проблемах, которые будут возникать в рамках рассмотрения критерия тождественности. Про референцию к физическим объектам. То есть прежде чем устанавливать референцию к абстрактным объектам, то есть то, что наиболее, судя по всему, Линба интересует, он предлагает рассмотреть на примере физических объектов, а конкретно физических тел, как устанавливается к ним референция. Ну, преимущество, опять же, все то же самое, легкое существование объектов, достижение его. И он предлагает создать так называемую игрушечную модель. Робот со способностью видеть и трогать, все остальное не так существенно. Да, здесь у меня скобка не так. Видеть и трогать существенно, а вот все остальное, сознание в том числе, не так существенно. Ну, зачем он ее создает? Модель восприятия – это очень сложная проблема. Он останавливается на видеть и трогать просто, потому что это, судя по всему, наиболее значимые для нас и наиболее, что ли, как бы простые в описании, что ли, условные познавательные способности. И они вроде как должны быть достаточны для того, чтобы осуществлять референцию к физическим телам. Он сознательно редуцирует, условно говоря, все остальные аспекты и говорит, что я не собираюсь строить модель, в принципе, восприятия реальности или еще чего-то. Моя задача – просто показать, как может устанавливаться референция к физическим телам. Ну, сразу же. Для того, чтобы установить референцию к физическому телу, этот робот должен как минимум воспринимать его. Ну, вот, в качестве примера получать отражаемый свет от какой-то части этого физического тела. И вот, допустим, он навоспринимал много информации о различных частях физических тел, но пока еще у него нет никаких физических тел, никаких референций у него не возникает. У него просто есть внутренняя карта распределения материи вокруг него. Он еще даже не может задуматься с точки зрения ЛИМИ, БО, критерия тождественности и уж тем более различать объекты. Роботу нужна репрезентация пространства, времени, продолжающейся траектории и физической когезии. Ну, здесь относительно понятно. В принципе, подобные вещи канта у того же самого можно найти, что без идеи пространства различать объекты в окружающем мире для нас было бы проблематично. Робот должен понимать, что части материи, с которыми он взаимодействует, пространственно-временным образом связаны друг с другом. Ну, это вот, собственно говоря, зачем репрезентация пространства, времени и всего прочего нужна. Ну, и в итоге ЛИНБО выводит пять фундаментальных принципов понятия физического тела. Я их сразу вывел себе на слайд. В принципе, они, ну, с одной стороны, напрямую просто следуют из тех требований, которые ЛИНБО представил, ну, а с другой стороны, в общем-то, они довольно очевидны. То есть, во-первых, тела – это трехмерные твердые объекты, робот должен это знать, условно говоря. А во-вторых, тела имеют естественные, относительно хорошо известные пространственные границы. В-третьих, тела – это единицы независимого движения. Четвертое – тела движутся непрерывными путями. Пятое – тела имеют естественные, относительно хорошо известные темпоральные границы. Вот. Вывод из этого такой. Для референции к физическим телам нужно получать сенсорные данные, сенсорные, и обладать способностями группировать их вместе так, чтобы от частей материи перейти к телам. Здесь он вводит вот такой вот значок отношения, условная тильда. Отношения между двумя частями материи, когда они являются пространственно-временно связанными частями как гизивного целого с четкими границами. Ну, то есть, когда две части тела являются частью одного тела, то между ними вот такое вот отношение возникает. Это отношение симметрично и транзитивно. Ну, почему симметрично? Ну, условно, если одна часть тела и другая часть тела находятся в этом отношении, то другая часть тела и эта часть тела тоже находятся в этом отношении. А с транзитивностью – то же самое. А вот с рефлексивностью – проблема. Дело в том, что не всякая часть материи принадлежит к целому с четкими границами. Линова приводит пример с горстью песка. То есть, горсть песка, условно, это часть материи, но вроде как с точки зрения вот этих фундаментальных принципов физическое тело – это горсть песка не образует. То же самое можно сказать про облако газа, например. То есть, и облако, некоторые облака некоторых газов можно увидеть, будучи этим роботом. Но при этом, опять же, облако газа, судя по всему, физическим телом не будет являться с точки зрения критерия Флинноба. Ну и вот такая формула у нас появляется, CIB – критерий тождественности для физических тел. Здесь B – это функция построения тела. Ну, построение, естественно, не в прямом смысле, но имеется в виду, что вот есть у нас две части материи U и V, они находятся вот в этом вот отношении, выраженном выше. И если они находятся в этом отношении, то они, условно говоря, означают, что это одно тело. Вот такой критерий тождественности. Но, опять же, из-за проваливающейся рефлексивности есть проблема, потому что в итоге U и V могут и не быть способны образовать соответствующие тела. То есть BU и V там, условно, будут проваливаться. Тогда формула будет в непонятном статусе. Что с этим делать? Линоба отмечает, что симметричное, транзитивное, но не рефлексивное отношение – это отношение частичной эквивалентности. То есть это отношение работает для объектов своей области, а не для всего домена. И фактически задача следующая. Нужно сделать так, чтобы для каждой части материи U, для которой не определена функция B, то есть нет такого тела, BU равно BU было ложным. И это реализуемо в контексте негативной свободной логики. И у нас тогда получится, если мы реализуем вот эту ложность BU равно BU, в случае, если тела для U нет, у нас получится, что… Ну да, в этом случае C IB, ну, получается, будет ложным, и все будет как бы с ним условно говоря нормально. То есть негативная свободная логика здесь нам помогает. Ну, в дополнение к этому параграфу Линоба вкратце рассказываю о негативной свободной логике. Ну, основная идея там, которая ему нужна, в том, что там формула вида T равно T будет, ну, которая как бы кажется очевидной истиной с точки зрения классической логики, там она будет ложной, если того, что выражено T, не существует. То есть там требуется существование чего-то для того, чтобы тождество этого чего-то с самим собой было истинным. Ну, и вот к выводу об этом параграфе. Эта игрушечная модель иллюстрирует тесную связь между референцией и критерием тождественности. Не установив тождественность объекта восприятия, робот не может осуществлять к нему референцию. Ну, в принципе, просто как бы повторяет то, что уже было сказано, и отмечает, что может быть так условно-феноменологическое возражение о человеческом восприятии. Ну, в частности, мы, когда воспринимаем мир, мы не используем формулы формата CIB и вообще никакой эксплицитно выраженной критерии тождественности не используем. И Линоба с этим не спорит. То есть он отмечает, безусловно, что нам в богатстве и сложности нашего восприятия на самом деле критерии тождественности мы не применяем. Но он отмечает, что из игрушечной модели следует, что на каком-то субличностном, или так условно подсознательном уровне этот критерий необходим и работает. Он не осознается, не выходит за пределы вот этого вот субличностного уровня. Ну, то есть можно сказать, что это такая в каком-то смысле предустановленная вычислительная функция в мозг, которая работает даже без нашего участия. А критерии тождественности, которые формулирует Линоба, ну, в каком-то смысле это модель для этой функции. Теперь о реконцептуализации. Одно из ключевых понятий для Линоба. То есть фактически, что сейчас произошло? Мы объяснили, как устанавливается референция к физическим телам, не включая понятия физических тел. То есть у нас были только части материи, а физических тел не было. И это объяснение является редукционистским. Это, собственно говоря, результат реконцептуализации. То есть нет уникального правильного способа применить концепцию фрегия. Мы можем реконцептуализировать эту концепцию по-другому. Ну, и фактически в реконцептуализации, собственно, Линоба и видит один из основных инструментов, которые позволяют получать доступ к тонким объектам и не только. То есть вот у нас есть только части материи, и мы при помощи критерия тождественности и вот этой самой реконцептуализации делаем как бы из этих частей материи тела. При этом как бы в каком-то смысле мы все еще не знаем, что такое тела. То есть какого-то более прямого способа установить референцию к телам физически у нас нет. Ну, и возникает, конечно же, вопрос к реконцептуализации. Ее же надо как-то ограничить, чтобы, например, не вышло, что мы на основе, там, не знаю, лошадей применяем реконцептуализацию и получаем реально существующих там единорогов каких-нибудь или пегасов. Хотя я не удивлюсь, если такая интерпретация тоже допустима. Ну, так или иначе, минимальные условия к реконцептуализации выдвигает Линоба. Условия истинности должны быть присвоены для всех утверждений тождества и других предикаций с ними. Ну, такая достаточно туманная формулировка в дальнейшем, применяя и соблюдая это условие, она более ясной становится. Ну, речь идет о том, что мы должны обладать достаточно ясными правилами, ограничениями в отношении того, что у нас точно получаются, ну, условно, истинные переходы в рамках реконцептуализации. Ну, и нужно еще отдать должное логике, конкретно тому, что касается логики тождества. Здесь Линоба вспоминает закон Лейбница, достаточно тоже известный, что x тождествует на y тогда, когда все свойства x и y совпадают. Ну, и вот возникает вопрос о том, что дальше. То есть предполагаем, что минимальное условие выполнено. Успешна ли эта попытка применения нашего концептуального аппарата цепляется к объектам? Я не нашел лучше перевода в русский язык слова «вачинг», но перевел как «цепляется» или «прицепляется». И здесь есть две концепции. Первая концепция – жесткая концепция RC. Я ее обозначил. Реальность разделена на объекты уникальным образом, независимым от понятий, которые мы используем. И даже если наш концептуальный аппарат логически хорош, реальность может отказаться сотрудничать. Фактически это такая концепция, которая утверждает будто бы ну, объекты предзаданы заранее во Вселенной, и они расположены каким-то, ну, в кавычках расположены каким-то уникальным образом. И тогда есть только один правильный концептуальный аппарат логический. Даже если наш концептуальный аппарат логически хорош, то есть минимальные условия выполнены, реальность может сказать, ну, извините, у меня по-другому реальность поделена на объекты. Думайте дальше. И вторая концепция, гибкая концепция, Flexible Conception FC. Реальность артикулируется в объекты только через наши понятия. Часто у нас есть выбор. Ну, выбор, естественно, ограниченный. Гибкая концепция не подразумевает, что мы можем... Например, если мы голодны подумать о хлебе, и он у нас появится, речь скорее идет о том, что реальность дает разные ответы на вопрос о том, что есть в зависимости от наших понятий. То есть, например, если мы придем на кухню с одним понятийным аппаратом, то у нас там, например, будут две булки хлеба. Если мы придем на кухню с другим понятийным аппаратом, то у нас там будет какая-нибудь куча молекул, атомов, квантов, чего-нибудь еще. Ну, в общем, своеобразная гибкость такая онтологическая появляется. И тогда никакого уникального, привилегированного набора концептов не существует. В действительности все концепты, которые логически хороши и прагматически полезны, но они имеют право на существование. Ну и вот здесь, опять же, отмечается, что в RC сначала реальность предоставляет набор объектов, а уж потом мы пытаемся понять, правильно ли наши сингулярные термы приписаны к каждому объекту. Домен объектов, как лимба метафорически, метафорический образ применяет блоков лего, не зависит от нашего концептуального аппарата. Согласно гибкой концепции, нет смысла вообще говорить об объектах до того, как мы начали применять наш концептуальный аппарат. Объекты, собственно говоря, и формулируются, когда мы начинаем применять наш концептуальный аппарат. И поэтому критерия про прицепиться к объектам в рамках гибкой концепции вообще не существует. То есть вопрос, который вот здесь вот возник, успешно ли эта попытка цепляется к объектам, вообще не возникает. Если логически все хорошо, значит все хорошо. Ну, в рамках гибкой концепции. Ну и какие здесь могут быть решения? Радикальное решение можно ограничиться только минимальным условием, тогда критерий тождественности не нужен вообще. У нас, получается, есть вот это самое минимальное условие, которое было представлено, и все. И он отмечает, что так делают неофрагианцы, и что их критика еще впереди. Менее радикальное решение, которого придерживается и он, сохраняет значимость критерия тождественности. Благодаря нему можно отслеживать и переиндентифицировать объекты, например, как было сделано с референцией к физическим телам через части материи. Ну, то есть имеется в виду реконцептуализация, вот это самое возможно, именно благодаря критерию тождественности. Но при этом он отмечает еще раз, это то же самое, что касается концепции Фреги об объектах, он отмечает, что критерий тождественности не является необходимым условием для референции. Суть в том, что он достаточен для нее. Он не утверждает, что референцию можно осуществлять только через критерии тождественности. Просто ему так удобно для достижения его целей и целей его исследования. Ну, и вот он приводит пример с книгами. При идентифицировании и развлечении физических копий книг, токенов книг, мы можем осмысленно сказать, что моя копия романа Анны Карениной весит больше, чем ваша копия соответствующего романа. Если мы прочитаем наши токены романа Анны Каренина, то мы сможем осмысленно сказать, что прочитали одну и ту же книгу, хотя мы прочитали разные токены. Значит, мы на самом деле можем осмысленно говорить не только о токенах книг, но и о типах книг. Ну, и, наконец, референция к абстракции. Такое рассмотрение основывается на критерии тождественности. Мы уже выше разобрались, почему. Ир Клиннеб утверждает, что он является достаточно общим, чтобы его можно было применить и к абстрактным объектам. Если критерий тождественности достаточен для референции, то референция избавляется от требований к наличию каузальных связей между термом и референтом, что в случае с абстрактными объектами очень хорошо, ведь у абстрактных объектов, во всяком случае, в самом классическом их представлении, каузальных связей с физическим миром нет. Но нам и не надо. Если у нас есть критерии тождественности как нечто достаточное для референции, то мы справимся и без каузальных связей. Ну и вот для направлений. Тема, которая уже поднималась у Алины в предыдущих разделах. Критерии тождественности для направлений. То есть D от L – это направление линии L. Очень похоже на вот этот вот критерий тождественности для тела. То есть если две линии в параллелизме, то у нас вот такое вот тождество возникает. Для ортогональности похожая ситуация. То есть я подробно на этих формулах останавливаться не буду. Вот что важно в связи с параллелизмом и ортогональностью. Ортогональность и тождественности для направлений наследуются от соответствующих свойств линий. Причем неважно, каких конкретно. То есть линии могут быть разными, но если линии находятся в этих отношениях, то от них мы можем наследовать для направлений соответствующие свойства. Ну и вот полезная вот эта штука. Для каждой формулы FI на линиях, которые не различаются для параллельных прямых, мы можем привести предикат FI со звездочкой для направлений. Это принцип наследования, который в будущем будет представлен Linova. То есть фактически мы можем использовать ресурсы домена линий, чтобы реалистски говорить о направлениях. Ну, более амбициозная цель – объяснить, как референция к абстрактным объектам составляется через… устанавливается, здесь, наверное, лучше было написать, через форму реконцептуализации. И также он отмечает, что похожая ситуация возникает в любом разделении типа токен. Ну, с книгами, например, это похожая ситуация. Но здесь он приводит, например, синтаксический тип. Токен может быть специфицирован синтаксическим токеном, а геометрическая фигура может быть специфицирована при помощи объекта соответствующей формы. Ну, видимо, треугольник специфицируется при помощи, например, рисунка треугольника или чего-то треугольного. Теперь критерии тождественности. Их два. Первый критерий – одноуровневый. Условие тождественности задается отношением между самими объектами. Вот этот CI1. И Лины бы на самом деле это не нравится. Именно вот та особенность, что критерия тождественности… условие тождественности задается отношением между самими объектами. Ну, вот пример подобного критерия – это закон экстенциональности. Двухуровневые критерии тождественности, которые как раз Лины бы нравятся больше за счет того, что здесь объекты не везде. CI2. Вот он выглядит так. И, опять же, вот он очень похож на критерии тождественности в отношении тел, на критерии тождественности в отношении направлений и так далее. Переменные альфа и бета могут быть первого или высшего, высокого порядка, а вот это вот кильда условно – это отношение эквиваленции, отношение единства на сущностях, спецификациях, по которым пробегают переменные. Вот эти термины в скобках, отношение единства и спецификации. Это, ну, их Линоба вводит, не совсем объясняя почему. Ну, вот он предлагает отношение, эквиваленции вот это называть отношением единства. А вот эти сущности – спецификациями. Я не понял почему, но хорошо. Логически этот критерий такой же, что и принцип абстракции. Примеры подобного критерия тождественности. То есть в действительности, как бы, вариаций у этого критерия тождественности много. Ну, вот, например, принцип Yuma для равномощности F и G, как критерий тождественности для кардинальных чисел. Как бы. Примерно то же самое. Вот, собственно говоря, принцип наследования. Способ получения полезных предикатов, например, ортогональности направлений. Ну, здесь как раз-таки вот этот вот принцип, который был описан выше про ортогональность, применяется. То есть в правой части у нас присутствует какое-то, например, там, условное множество предикатов для тех объектов, с которыми как бы все согласны условно. А здесь мы будем получать предикаты для тех объектов, с которыми не все согласны. Ну, например, для тонких объектов. То есть, например, с тем, что направления существуют, не все согласны. С тем, что линии существуют как-то попроще. Ну, вот, за счет принципа наследования InHerr мы можем получать из предикатов для тех объектов, с которыми попроще, а предикаты для объектов, с которыми посложнее. Вот это отношение единства предполагается как отношение эквиваленции, но в частности о физических телах было отмечено, что это слишком сильное требование. Мы бы хотели включить в область определения наших переменных сущностей, которые не могут специфицировать объекты того вида, который нам нужен. Но это та самая проблема с рефлексивностью, которая возникает. То есть мы бы хотели, чтобы такие сущности у нас были, ну, чтобы формулы нормально работали, но при этом, чтобы у нас не было обязательства, чтобы все-таки все сущности специфицировали объекты. И это делается точно так же, как и в случае критерия тождественности для физических тел. У нас будет это отношение отношением частичной эквиваленции, а CI2 будет работать в рамках негативной свободной логики. В двухуровневом критерии объекты условия тождественности, которых мы анализируем, не присутствуют в правой части, что позволяет характеризовать условия тождественности потенциально проблематичных объектов. Ну, отчасти я этого коснулся в вопросе о линиях и направлениях. То есть за счет тождественности линий, которые менее проблематичны, чем направления, за счет условно того, что критерии тождественности одинаково работают и для линий, и для направлений, мы устанавливаем тождественность направлений, хотя они более проблемны, чем линий. То же самое, кстати, вот с физическими телами и частями материи. То есть мы устанавливаем тождественность физических тел без поднятия вопроса о том, что означает быть физическим телом, где там какая-нибудь, я не знаю, четкая граница физического тела. Ну и вот эти все вопросы, которые часто задаются в связи с метафизикой объектов. То есть такое рассмотрение позволяет тождественность устанавливать, не погружаясь в огромное количество проблемных вопросов. Ну и другой пример. Рефаленция к параллельным направлениям, установив через параллельность линий, об этом я уже упомянул. Критерий CA2 таким образом предоставляет условия тождественности некоторого вида F объектов в терминах, предполагающих только ранее принятую онтологию, но не онтологию F. То есть фактически мы не берем на себя лишних онтологических обязательств в отношении направлений, например. Никакого формата. Для того, чтобы говорить о тождественности направлений, нам достаточно говорить о тождественности линий и иметь CA2. То есть в итоге онтология у нас не то, чтобы сильно какая-то раздутая получается. Ну, то есть вот мы используем CA2 и INHER, чтобы определять свой дискурс о F. Агент находится в соответствующем отношении к спецификациям альфа и бета, которые находятся в области действия вот этого отношения единства и используют эти спецификации, чтобы делать утверждение о F от альфа и F от бета. То есть F от альфа и F от бета – это функции условного производства этих новых объектов. И тогда вот такие у нас выводы. Первый – агент осуществляет референцию к объектам F от альфа и F от бета. Второе – альфа отношения единства бета достаточно для F альфа равно F бета. И для любого случая INHER правой части достаточно для левой части. Это, собственно говоря, вывод Линеба по поводу разработанного им подхода рассмотрения референции через критерии тождественности к абстрактному. Вывод достаточно оптимистичный и на самом деле выглядящий прагматически очень эффективно. Какие есть возражения? Ну, во-первых, возражения от плохой компании. Хорошие случаи CI2 окружены плохими, например, базовым законом номер 5, который влечет парадокс Рассела. Ну, известный закон номер 5, известный парадокс Рассела. Мы много о них говорили, когда разбирали теорию множеств, поэтому я подробно расстанавливаться на формулировке не буду. «Базовый закон нарушает одно из условий тезиса о референции к абстрактному», отвечает Линеба. «Он предполагает принятие не только ранее принятой антологии». Ну, то есть одно из условий тезиса в том, что мы не обязаны принимать антологию консеквента. Нам мы должны принимать только антологию от эцидента. В базовом законе номер 5, видимо, предполагается принятие антологии того и другого. Теперь про семантику и метасемантику. Возникает вопрос, какой именно вид рассмотрения референции имеется в виду и в каком смысле критерий тождественности играет важную роль. И здесь Линеба предлагает разобрать три вида вопросов. Ну, во-первых, у вас есть вопрос, какой велосипед мой. Это вопрос об объектах в определенном отношении. Второй вопрос – это когда и почему я купил мой велосипед. Это вопрос о каузальном и историческом процессе попадания объектов в определенное отношение. И третий вид вопросов – на основании чего или во имя чего мне принадлежит этот велосипед. Это так называемые конститутивные метасемантические вопросы. То есть семантика изучает, как семантическое значение сложного выражения зависит от семантических значений его простых составляющих. А метасемантика изучает конститутивный вопрос о том, что вовлечено в то, что выражение имеет те семантические свойства, которые оно имеет, такие как семантическая структура и семантическое значение. И Линоба отмечает, что его рассмотрение референции метасемантическое. Фактически он задает вопрос, что делает сингулярные термы, отсылающими к конкретному объекту. Например, пример подобного вопроса, вопрос подобной формы, семантический. К чему отсылают номералы разных видов? И для реалиста, вроде Фреги, ответ на этот вопрос очень простой. К числам. Метасемантический вопрос будет звучать так. Как возможна референция к числам и другим абстрактным объектам при том, что мы не можем иметь идей или интуиции о них, а также при невозможности каузальных отношений с ними? Этот вопрос даже для реалиста, вроде Фреги, намного сложнее. Теперь возражения от порочного круга. Референция устанавливается отчасти тем, что субъект подходяще связан со спецификацией референта. Предположим, что подходящая связь со спецификацией должна сама быть одной из референций. Чтобы установить референцию с этой спецификацией, нам нужна дальнейшая спецификация и отношение единства, что запустит порочный круг. Ну, ответ Лины бы здесь такой. Подходящая связь со спецификацией не всегда должна сама быть одной из референций. Пример рассмотрения референций к физическим телам. В нем отношение субъекта к части материи, которая служит как спецификация сугубо казуальной. То есть казуальным образом вызываются определенные сенсорные данные, определенные образуются. То есть здесь связь со спецификацией сама по себе не является одной из референций. Но угроза порочного круга возникает вновь, если брать сугубо теоретические рассмотрения. То есть, возвращаясь к тому вопросу про референции к физическим телам, наше отношение к частям материи, которая служит как спецификация, оно не только казуальное. Мы выделяем отдельные части материи, выносим различные суждения об этих частях материи. Фактически как бы рассматриваем, как говорится, в вакууме. То есть здесь не идет речь о том, что мы как-то берем и исключительно каузальным взаимодействием с частью материи. Мы определенную теоретизацию проводим, а значит, нам бы хотелось знать, как мы устанавливаем референцию в рамках этой теоретизации. Ну и здесь ответ Линеба, опять же, по той же самой стратегии, очень прагматически эффективной. Его критерий достаточен для референции, а не необходим. То есть для порочного круга нам нужна необходимость CI2, вот того самого принципа двухуровневого. Но, как говорит Линеба, мы не обязаны придерживаться этой необходимости. Например, в отношении тех же самых физических тел CI2 совершенно необязательно, видимо. Вот. А теперь про критки. Соместим ли взгляд Линеба с концепцией, что демонстративы именно собственные осуществляют референцию напрямую? Взгляд самим Линеба приписывается не только критке, но критке просто, видимо, как основной продвигатель этого взгляда. Референция в данном случае будет, кажется, непрямой, так как у нас тела, точнее, не тела, у нас вот эти вот условные тонкие объекты, мы их получаем при помощи применения функции определенной от определенного набора сущностей. И это, кажется, непрямым способом давать осуществлять референцию. Ну, и Линеба отмечает, что вообще такой взгляд совместим с тезисом о прямой референции, если его понимать правильно. И здесь опять возникает вопрос о разделении семантических и метасемантических вопросов. Тезис о прямой референции, семантический, он означает, что семантическое значение таких сингулярных термов, как именно собственные демонстративы, это только их референты. Вопросы, которые поднимают Линеба, поднимает Линеба метасемантические. То есть на самом деле он отмечает, что далеко некоторые формулировки и некоторые представления тезиса о прямой референции могут конфликтовать с его подходом, но в действительности при вот этом вот правильном разделении вопросов конфликта не возникает. То есть если мы разделим вопрос о том, какой объект находится в некотором отношении, от вопроса о том, из-за чего объект находится в этом отношении, то конфликта с подходом с прямой референцией не будет. Ну, собственно говоря, вот. И интернализм о референции. В вопросе о линиях с номиналистом у Линеба нет разногласий. Они оба считают, что они вполне себе есть. В вопросе о направлениях номиналист будет уже не согласен с тонкими объектами Линеба. Он будет утверждать, что направления есть только у конкретных линий, но самих по себе линий отдельно, ну, условно, отдельно нет. Линеба проводит следующую аналогию. В случае с физическими телами критик в том же формате может потребовать, чтобы была установлена референция более ясным и прямым путем. Ну, вот, например, как номиналист говорит, мне недостаточно оснований в виде линий для того, чтобы признать наличие референции к направлению. Нужно что-то еще более прямое. С физическими телами то же самое. Подойдет критик к Линебе и скажет, ты пока установил референции только к частям материи, но не к телу самому. Про тело само референции пока нет. Нужен какой-то более ясный и прямой путь. Линеба отвечает, что этого пути нет. Это просто невозможно. Ну, и вот такие выводы. Во-первых, возражение интерналиста – это часть общего скептического возражения о том, что нужно, чтобы специфицировать объект. То есть в действительности здесь вопрос вовсе не в абстрактности. Это вопрос, который может возникнуть и в отношении физических объектов, физических тел. То есть это некоторая общая такая скептическая линия. Ну, правда, он не рассказывает, что с ней делать, но, видимо, таким образом он как бы говорит, что это выносится за пределы его рассмотрения об тонких объектах. Второй вывод. Подход Линеба включает интернализм о референции, своеобразный. Некоторые базовые формы референции не могут быть объяснены только при помощи формы референции. Как он отмечает, мы должны вовлечься в эти формы референции в мета-языке. Ну, то есть, видимо, имеется в виду, что один из способов преодолеть это скептическое возражение – завлечь скептика в установление референции от частей материи к физическим телам. Кандидат на должность. Ну, более прямой перевод этой части параграфа – кандидат на работу, но кандидат на должность мне показалась более по-русски, что ли. Понятие тонких объектов основывается на идее достаточности условий для их существования без принятия онтологических обязательств в отношении них. Поэтому важным является вопрос, как понимать понятие достаточности. То есть, идея хорошая, у нее большие перспективы в рамках той же самой философии и математики. Онтологических обязательств не берем, а при этом условия для существования у нас есть. Ну, вот ключевым вопросом является, как понимать, вот это понятие достаточность, достаточных условий. И основное условие, как Линамак говорит, я сейчас… я сформулировал должностную инструкцию. Если получающееся рассмотрение тонких объектов соответствует ожиданиям, то понятие достаточности должно удовлетворять этому рассмотрению. Ну, в принципе, более-менее все понятно. То есть, если у нас какое-то рассмотрение тонких объектов получается прагматически эффективным, интересным, полезным, не вызывающим каких-то дополнительных трудностей, то и наше понятие достаточности должно соответствовать вот такому рассмотрению. Ну, вот в случае с линиями, с линиями применение подхода нашего позволяет расширить язык, добавив в него возможность говорить о направлениях, как об объектах. При этом при аккуратном выборе всех правил мы преуспеваем в установлении референции к направлениям и высказываем содержательные утверждения о них. Очень полезно, очень прагматически эффективно и лишних проблем не вызывает. Ну, вот здесь Линоба приводит четыре формулы. Они у нас уже все встречались. Ну, то есть вот те, что слева у нас встречались, а правые просто получены с добавлением отрицаний. То есть здесь у нас и принцип наследования, и двухуровневые критерии тождественности, ну, и соответствующие условные конверсии этих формул. В левой части каждой формулы представлены старые объекты, с которыми никто не спорит. Ну, как вот те же самые условные линии. А в правой части представлены новые объекты, полученные из старых при помощи абстракции. Какие мы здесь соблюли ограничения? Во-первых, истинность утверждения достаточности, когда онтологические обязатели правой части превосходят онтологические обязательства левой части. То есть в рамках рассмотрения Линоба получается, что вот эти вот формулы, все четыре, оказываются вполне себе истинными. Вот эта стрелочка, собственно говоря, она и выражает вот эту вот самую достаточность. То есть условно единство альфа-1 и альфа-2 достаточно для, ну, соответственно, образования вот соответствующих тонких объектов. Ну, не обязательно тонких, но Линоба именно о тонких говорит. Вот. Предложения вокруг оператора достаточно, должны пониматься в прямом смысле, не будучи другими способами произнесения друг друга. Ну, это такое ограничение, про которое Линоба подробно не говорил, но он говорит, что вроде как оно должно соблюдаться, если все будет правильно. То есть направления и линии – это не разные способы выразить одно и то же. Это действительно разные объекты. Да, они находятся вот в таких отношениях, но у них как раз разные свойства. Одни чуть более плотные, другие чуть менее плотные. Далее. Есть еще целый ряд эпистемических и объяснительных ограничений. Они выражаются вот такой одной формулировкой. Для каждого истинного утверждения достаточности соответствующий материальный кондиционал должен обладать привилегированным эпистемическим или объяснительным статусом. То есть вот это вот самое условие достаточности, оно у нас в определенном смысле как импликация работает, и тогда у нас материальная импликация должна быть в пределах нашей эпистемической объяснительной достигаемости. То есть если я перехожу от линий к направлениям, то, скажем так, я должен уметь достичь эти самые направления эпистемическим и объяснительным образом. По поводу вот этих ограничений есть уверенность, что они соблюдаются. Во-первых, реконцептуализация кажется эффективно используемой. Во-вторых, она не требует метафизических или эпистемологических пресуппозиций каких-то. В-третьих, при соблюдении правил нет оснований полагать, что реальность откажется сотрудничать. В-четвертых, об этом процессе ничего не скрыто. И все вот эти четыре пункта, они так или иначе вышли из разных частей вот этого параграфа. Про эффективную реконцептуализацию было показано, ну, как минимум, получается, на трех примерах от физических тел до направлений. О том, что у нас не возникает каких-то метафизических или эпистемологических пресуппозиций, ну, да, у нас их не возникло. При соблюдении правил нет оснований полагать, что реальность откажется сотрудничать. Это насчет гибкой концепции и минимального условия. Ну, и об этом процессе ничего фундаментально, метафизически не скрыто. То есть он кажется относительно ясным. Ну, и последний раздел этого параграфа. Плотный против тонких. Существование объекта означает наличие соответствующей спецификации в области релевантного отношения единства. Это касается и плотных, и тонких объектов. И Лина бы собирается показать, что в действительности плотные объекты предъявляют больше требований к миру, чем тонкие объекты. И вот он рассматривает пример стола. Спецификация для стола А – это его пространственно-временные части. А отношение единства – это принадлежность к тому же когезивному и естественному целому. Рассмотрим некоторую пространственно-временную часть АУ. Чтобы спецификация работала, У должно принадлежать к этому же целому. То есть У должно быть частью некоторой стольности. То есть фактически мы предъявляем очень серьезные требования к конкретному региону пространства и времени. Ведь стол не только в пространстве существует, он еще и во времени существует. Он когда-то начался, когда-то закончится. Границы вот этого самого начала и конца существования стола – это тоже значительный вопрос. То есть, ну, как бы на самом деле огромное количество требований к нашему миру предъявляет стол. А вот тонкие объекты попроще, потоньше. Для существования направления достаточно существования линий, определенной соответствующей. Направление не требует ничего от конкретного региона пространства и времени. Некоторые объекты тоньше, чем другие. Лины бы отмечают вот эту довольно забавную особенность, что натуральные числа и множество чисто абстрактны. Они не имеют локализации в пространстве и времени и не имеют никакого отношения к пространству и времени. То есть для их существования ничего в пространстве и времени вроде как не нужно. А вот буквы и геометрические фигуры квазиабстрактны. Они не требуют локализации в пространстве и времени, но имеют к нему отношение в виде токенов и конкретных фигур соответствующих форм. Хотя бы возможно. То есть, например, для евклидового треугольника нужно соответствующее пространство. Элина бы отвечает, что современная физика показала, что, видимо, в нашем мире, в рамках нашего пространства такого треугольника быть не может. Значит, он должен быть хотя бы возможным. Но это, видимо, забегая вперед насчет контрфактуалов и прочего. И последняя его мысль, что есть соотношение между тем, насколько объект тонок и модальной крепкостью его существования. Замечательный, как мне кажется, термин. Чем больше объект требует от мира, тем менее он модально крепок. Стол очень хрупок модально. То есть его могли бы не сделать, его могли бы внезапно уничтожить. Дерево, из которого его сделали, могло бы не вырасти в результате какого-нибудь стихийного бедствия. Или, например, плотник мог решить сделать не стол, а стулья из этого дерева. В общем, огромное количество всего могло бы произойти, от чего стол бы перестал наличествовать, скажем так. А предельно чистые абстрактные объекты, так как не выдвигая требований к миру, существуют с необходимостью. То есть они модально крепки. Кардинальное число 0 будет существовать вне зависимости от обстоятельств, так как все равно будут пустые коллекции, из которых может быть получено это число. То есть даже если ничего нет в мире плотного, то кардинальное вот это число все равно есть. Все. Спасибо за внимание. Буду рад услышать ваш вопрос. Ну что ж, спасибо. Замечательное, особенно вот это мне нравится по поводу существования нуля. Если ничего не существует, то тогда ноль-то существует. Да, я тоже обратил здесь на самом деле на это внимание. То есть, ну, наверное, он потом подробнее как-то все-таки это раскроет. И второй момент, на который я тоже обратил внимание, может быть, я немножко недопонял его идею с натуральными числами. Почему натуральные числа чисто абстрактны? Разве здесь нет такого же отношения с цифрами, как у геометрических фигур с объектами определенной формы? И у множеств, по-моему, как бы, ну, есть во всяком случае в рамках философии математики все-таки подходы, которые пытаются требовать, чтобы множество чему-то соответствовали, те же номиналисты. Ну, в общем, не знаю. И опять же, я так, у него в каком-то смысле лирический пассаж этот был про противостояние между плотными и тонкими объектами. Может быть, потом он более детально это раскроет. Ну, тут, по крайней мере, вот это различие, которое на слайде вот на этом указано, оно действительно имеет место. Для чисел не нужно ни пространство, ни время. Главное, чтобы просто какие-то собрания любых объектов вообще были. Если есть собрания любых абсолютно объектов, где бы они ни находились, какими бы они ни были, тогда число тоже должно существовать. Ну, то есть без разницы, есть пространство и время или нет. Ну, да. Просто не знаю, может быть, у меня неправильное представление о геометрических фигурах. Но если мы возьмем и начнем в рамках какого-нибудь языка программирования кодить геометр, ну, в кавычках, естественно, у нас ведь геометрические фигуры будут выражены числами. То есть не нужны объекты определенной формы для того, чтобы нам генерировать геометрические фигуры вроде бы. И пространство тоже можно выразить сугубо числовыми какими-то штуками. Здесь неопределенность с категорией фигуры. В таком случае надо говорить о фигурах, которые не имеют формы. Ну да, у нас получается, что мы описываем, ну, то есть мы имеем какой-то набор, ну, условно говоря, битов, да, или там, например, у нас электроны как-то распределены там в памяти физически. Вот. И это, по идее, с помощью реконцептуализации, тут можно реконцептуализацию применить, вот этот набор битов или этот набор электронов, так распределенный, можно интерпретировать по-разному. И просто потому, что у нас вот устройство, с помощью которого мы это делаем, оно вот осуществляет концептуализацию и реконцептуализацию именно вот так, то у нас на экране появляются треугольники. Если бы оно осуществляло по-другому это, то тогда у нас появлялись бы не треугольники, а, допустим, слова. То есть там в самих вот этих битах ничего нету относительно того, фигура это или не фигура. Ну и, наверное, с нейрофизиологией так же дело обстоит. Там тоже ничего нету в той самой нейрофизиологии, о которой говорилось вначале, как и в геометрии. По поводу представления геометрических чисел, обратное же тоже возможно. Числа можно представить с помощью геометричных представлений. Ну, натуральные, да, точно возможно. Ну, вопрос в том, можно ли не представить, можно ли отказаться, в принципе, от пространства и времени. Линоба считает, что в геометрии нельзя, но, наверное, в геометрии так же можно. Линоба считает, что нейрофизиология что-то там репрезентирует, но можно считать, что и ничего не репрезентирует. Не только натуральные числа можно. Корень из двух, например, можно. Ну да, просто здесь именно про натуральные. Но с некоторыми-то числами, видимо, проблемы могут возникнуть. Бифагорейцы уже возникли. С каким? Я точно не помню, там разве с несоизмеримостью не было проблем? Так они её как раз и геометрическим путём и представляли. А, ну да. Ну вот если вспомнить Канта, то у него это зациклено на формы нашей чувственности. Время и пространство – это формы нашей чувственности. Но ведь по большому счёту мы можем абстрагироваться от нашей чувственности. И от пространства ничуть не сложнее абстрагироваться, чем от времени. Что мы успешно сделали применительно к арифметическим объектам. То есть по большому счёту какие-то созерцания для геометрии не нужны. Для геометрии не нужны. Какие-то психические феномены для нейрофизиологии также не нужны. Нету никакой психологии и так далее. Ну, наверное, здесь можно тоже снова применить аргумент, который Лина бы не раз использовал, что он не утверждает, что вот те переходы, которые он отмечает, являются необходимыми. Он утверждает, что они являются достаточными. То есть он не говорит, что, видимо, что для... Всё-таки именно вот его подход с переходом от объектов определенной формы, к геометрическим фигурам необходим, но он достаточен. И в данном случае он получает объекты не полностью тонкие, но несколько тонкие. И за счёт этого можно признать, что они есть, без серьёзных онтологических обязательств. А, вероятно, он вполне может согласиться с тем, что какой-то другой подход такого, может быть, и не будет требовать. А, ну, можно ещё так сказать. Нет, никакое геометрическое изображение не может рассматриваться в качестве объекта геометрии. Геометрия не занимается никакими изображениями, формами. Ну, можно так, наверное. Мне кажется, в данном случае-то он и не говорит, что занимаются изображениями, формами и всем прочим. То есть просто речь идёт о том, что, увидев там на доске нарисованный треугольник, нам этого достаточно для того, чтобы говорить о треугольниках. Но не необходимо, но достаточно. И, в принципе, наличие треугольных объектов в мире достаточно для того, чтобы говорить о треугольниках. Но не необходимо. Ну, вот этот треугольный объект — это какая-то строка совершенно линейная и ничего пространственного не выражающая. Ну, вот мне кажется, здесь есть такой нюанс, что для того, чтобы быть треугольником в эвклидовом смысле, нужно обязательно, чтобы выполнялись определённые принципы этой эвклидовой геометрии. А эти принципы основываются на трёх базовых понятиях, как это показал Гильберт в своё время, на понятиях точки, прямой и плоскости. Вот если у нас нет плоскости, то никаких треугольников у нас быть в принципе не может. А плоскость уже предполагает определённое пространство. Да, оно не такое же, как физическое, но если у нас его нет, тогда, конечно, нет никаких треугольников. А может, для плоскости хватит упорядоченных пар? Для плоскости, конечно, хватит. Ну, то есть тут не имеется в виду, что мы должны обязательно плоскость понимать, как действительно какое-то вместилище чего-то, да? То есть это вместилище мы можем по-разному интерпретировать. У нас разные модели могут быть для этого. То есть в разных моделях могут быть разные объекты, сопоставленные этому понятию. Главное, чтобы что-то было сопоставлено. И вот если это что-то сопоставлено данному понятию, тогда у нас есть и пространство в таком, ну, в кавычках, как бы. Пространство в кавычках. Ну, то есть мне кажется, что Линнебос здесь, когда он обсуждает буквы, там, геометрические фигуры, он говорит не о каком-то конкретном пространстве, каком-то конкретном времени. В принципе, о том, что эти объекты, они предполагают, что они куда-то помещены. И это что-то, куда они помещены, оно должно тоже как-то описываться. И он там, кстати, даёт, он там говорит, что вот физика нам показала, что геометрия окружающего мира, она не вклидована. И кроме того, ну, поэтому у нас, да, как бы вот эти геометрические фигуры в мире не могут существовать. И кроме того, он там говорит, а если наша геометрия ещё, как это некоторые физики сейчас утверждают, является, как это, зернистой, то тогда вообще очень мало геометрии на самом деле возможно. Ну, то есть в нашем мире не может быть никаких геометрических фигур, которые большинством геометрии описываются, если пространство действительно является зернистым, пространство-время зернистым. Ну, а сходить в возможный мир, где другое пространство? Ну, это, конечно, можно. Ну, то есть вот пространство и время – это не что-то вот реально существующее, да, это просто что-то, куда мы должны поместить объект для того, чтобы он стал треугольником, допустим. Без разницы, как это будет представлено. Если мы пространство представили в виде, ну, вот плоское пространство, в виде просто пар действительных чисел, ну, ладно, пусть это будет множество пар. Без разницы. Но если этого множества пар у нас нет, тогда и треугольника тоже быть не может. Ну, треугольник – это какая-то структура на множестве пар. И, наверное, с этой структурой лучше работать, будучи слепым. Будучи слепым, потому что зрительный опыт, он все-таки является помехой и чем-то мешающим. Ну, потенциально мешающим. Ну, да, наглядность, конечно, не требуется. Ну, и в начале статьи размышления про нейрофизиологию можно построить соответствующим образом. Нужно все свести к организации сигналов без каких-либо феноменов из области психики. Вот. А, Илья, не напомнишь, где это в тексте находится? Это было как раз в первом пункте про стратегию, когда он рассказывал, про референцию. Вот, собственно… Нейронная конфигурация в голове. Ну, конфигурация не есть конфигурация, не есть что-то, так скажем. Скажите, а появился текст на экране? Текст появился, да. Ага, я просто сменил вот эту часть. Где-то здесь. Вот. Ну, и здесь он тоже не говорит о том, что вот именно какая-то определенная конфигурация нейронов, она отображает вот этот вот ноутбук перед ним, да. Просто сейчас у него какая-то конфигурация есть в голове, в мозге, да. И он одновременно с этим думает о ноутбуке. Может быть, какая-то связь там имеется, да. Ну, это можно понять и так, что конфигурация есть нечто психическое, но если говорить о нейрофизиологии, то ничего психологического, психического мы в нейрофизиологии не обнаружим. У нас есть последовательность возбуждения и торможения. И все. Какие конфигурации? Все так же линейно, как и в геометрии. Все так же можно представить упорядоченными парнями. Вот какой-то образный язык используется, кажется, может вводить в заблуждение, что геометрия чем-то отличается от арифметики, что нейрофизиология чем-то отличается от арифметики и так далее. Ну, вообще, про объекты разной степени тонкости. Это Линоба ссылается на работу Парсонса. Где же она тут? Так, сейчас я попробую найти. Он на конкретную работу ссылается, и в принципе, я думаю, что можно ее посмотреть, если этот момент не до конца очевиден. Просто, ну, опять же, у меня все-таки есть надежда, что Линоба сам эту идею больше разовьет. Вот, про то, что одни объекты не такие тонкие, как другие. Ну, вот тут даже ниже есть уточнение же по поводу чисто абстрактных и квазиконкретных объектов. Вот он пишет, что чисто абстрактные в них одновременно и отсутствует пространственно-временное местоположение и нет никакого внутреннего отношения к пространству и времени. А квазиконкретные объекты, они не имеют пространственно-временного местоположения, но при этом их канонические реализации находятся в пространстве и времени. И только там. Ну, то есть вот треугольник, конечно, как абстракция, он не имеет ничего связанного с пространством и временем, но любая каноническая реализация треугольника обязательно будет в пространстве и времени находиться. То есть мы обязательно нарисуем где-то этот треугольник. Так это вредно рисовать. Ну, не нарисуем, ну, или поместим вот, поместим его в это самое, в множество пар, например. Вот если бы мы жили в Евкридовом пространстве, то в кого-то из нас, в кого угодно, можно было бы поместить бесконечное число треугольников, видимо. Но это не факт, что они там есть. Точнее, факт, что их там нет. Ну да, это как раз тот же самый принцип про достаточность для существования, видимо. Ну, то есть, наверное, можно себе пытаться представлять геометрические фигуры, которые никак вообще не связаны с пространством, но все-таки в каком-то смысле пространство для них должно быть. Ну, в случае эвклидовых фигур, эвклидового треугольника, эвклидового пространства. Даже при том, что наши, а не эвклидово. То есть, без него нельзя вообще сделать никакую геометрическую фигуру. Но тогда возникает вопрос, правда, насчет вот этого, насчет тонкости объекта. Ну, направление мы получаем от линий, ладно. А треугольники мы получаем от чего-то треугольного. Но если мы живем в неэвклидовом пространстве, то как мы пришли к эвклидовым треугольникам? Как здесь абстракция вот эта вот работала? Остается признать, что в нас заложена какая-то опознавательная порочность. Мне кажется, тут дело в том, что когда мы абстракцию осуществляли, мы действительно могли как-то это сделать не совсем корректно и забыть о каких-то очень важных особенностях окружающего нас мира. Мы пока не знали ничего об относительности, например. Ну, то есть не мы, а наши предки. Они ничего не знали об относительности, и поэтому они считали, что пространство, вот оно вот такое вот, пространство и время. Если бы они знали теорию относительности, то они бы, конечно, не сформулировали никогда эвклидовую геометрию. Ну, а как же гибкая концепция насчет того... Ну, Линоба же ее придерживается насчет того, что, ну, вообще-то нет никакого предзаданного множества объектов, и в зависимости от того, как наш концептуальный аппарат работает, мы по-разному можем делить пространство на объекты вокруг нас. И если это прагматически полезно, то почему нет? Ну, тогда не совсем понятно, почему... Почему он в итоге... Не, он в итоге говорит, что у нас в рамках нашего пространства, в рамках нашего мира условно, эвклидовых треугольников нет. Ну, а почему... Ну, он говорит, что вроде как физики так утверждают. А, ну, понятно. Вроде как современные физики утверждают, что пространство является там зернистым. Это означает, что большинство геометрии вообще никак с миром не связано. Вот. Ну, а по поводу гибкости... Ну, вот, да, вот тут и есть гибкость. Вот сначала мы себе представляли, что пространство вокруг нас вот такое вот, поэтому сформулировали эвклидовую геометрию, потом узнали что-то побольше, и оказалось, что пространство вовсе не такое. Значит, другая геометрия нам нужна. Ну, ладно, давайте другую построим теперь. Ну, вот опять же, меня смущает вот эта нужна. Если никаких предзаданных объектов нет, и объекты делаются нами, то что значит, что мы должны перестраивать геометрию? Все геометрии тогда с точки зрения гибкой концепции равноправны. Тогда зачем строить новые? Просто чтобы было? Ну, просто у нас практические потребности возрастают. Раньше нам не надо было в космосе путешествовать, и поэтому эвклидовая геометрия вполне работала. А теперь нам надо, значит, траектории для космических кораблей создавать. Для этого нам надо геометрию, которая на сфере, допустим, строится. Сейчас практические потребности поменялись, и нам от мира становится больше нужно. Но мы видим, что наши старые представления уже не дают того, что нам надо. Ну да, прагматика получается просто. Ну, просто когда Лина бы описывала вот эту гибкую концепцию, как бы про прагматику там имплицитно содержалось, то есть напрямую он не прописывал. Видимо, у нас опять вылезают какие-то адхок критерии во многом. Практическая полезность. Ну, наверное, так. И в отношении нейрофизиологии полезно считать, что она что-то репрезентирует. По поводу нейрофизиологии, это просто был пример распространенной проблемы с референцией. То есть как она устанавливается в отношении перехода от нейронных конфигураций к условным объектам. Здесь с тонкими объектами это все-таки, ну, и там с геометрией подход, подход Лина бы развил свой подход, а про нейрофизиологию-то ничего и не говорил. То есть он просто показал, ну, вот такие проблемы есть. Но если мы будем применять критерии тождественности, то у нас эти проблемы, ну, по сути, просто снимутся. У нас не возникнет никаких проблем при переходе от букв, слов, написанных, к объектам. И то же самое не будет проблем при переходе от нейронных конфигураций к объектам каким-то. Ну, как именно это происходит, он не пояснял. Да, получается, как бы у половиненной Куайна мы отбрасываем квантификацию, ограничиваемся тождественностью и выстраиваем существование через самотождественность. Не, ну, он прописывает там, что сторонники Куайна могут разработать свою теорию тонких объектов, и он совершенно не против будет, но вот ему достаточно подхода фреги. То есть подхода фреги достаточно, чтобы разработать эту концепцию, но подход фреги не единственный. Если хочется делать через Куайна с квантификацией, ну, что называется, пожалуйста. Но такой подход, как Лина бы отмечает, он не будет конфликтовать с его подходом, а он будет скорее его дополнять. Возможно, у нас начнутся большие мучения с квантификацией. Скорее всего.